С 2023 по 2025 годы в области планируется построить 44 школы. В две смены новые учебные заведения смогут принять более 40 тысяч учеников. Данные проекты реализуются для решения вопросов трехсменного обучения, дефицита ученических мест и проблемы аварийных школ. В прошлом году было введено в эксплуатацию 5 школ. Остальные будут открыты в период с 2024 по 2025 годы. Отпечатим, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» реализуются 18 новых школ на более 14 тысяч учебных мест. В рамках национального проекта «Комфортная школа» 13 проектов строятся по городу Ахтюбе. Остальные проекты строятся в Муважарском, Тимирском, Шалкарском и Маркарском районах. К примеру, в Муважарском районе наблюдается дефицит ученических мест в связи с активным ростом детей школьного выроста. Это в городах Кандагаш и в городе Эмба. В текущем году планируется ввести две школы. В Кандагаш и на 600 ученических мест и в городе Эмба на 320 ученических мест. Таким образом, вопрос дефицита мест в двух малых городах будет решен. Общая стоимость 44 проектов составляет 24 миллиарда тенге. У нас проектная мощность школ, она разная в зависимости от сельской местности, городского значения объектов. Если это город, то реализуются проекты от 300 мест до 2000 мест ученических. Если это село, учитывая перспективу развития населения и динамику роста детей в сельском населенном пункте, уже прогнозируется проектная мощность для нового проекта. То есть в сельских населенных пунктах у нас реализовываются проекты от 60 мест до 270. В районных центрах, учитывая расположение, строятся новые школы уже на 320 мест. В городе также имеется дефицит дошкольных учебных организаций, а именно в жилых массивах Есетбаттер и Алтон-Урда. Эта проблема будет решаться за счет реализации новых проектов, как за счет инвесторов, так и за счет госбюджета. По Активинской области ведется поэтапная реализация проектов, то есть составляется план, где имеются риски перехода объектов на трехсменное обучение, где имеется дефицит мест, и мы поэтапно его реализовываем. Для того, чтобы предотвратить переход на трехсменное обучение, вводятся новые объекты. Так, например, в Алгинском районе наблюдался дефицит ученических мест в селе Маржанбулах. В прошлом году была введена школа на 300 ученических мест, которая позволила решить данный вопрос. По области в аварийном состоянии находятся пять учебных соведений. Ежегодно данный показатель мы стараемся снижать за счет реализации новых проектов, которые вводятся ежегодно к новому учебному году. Так, количество трехсменных школ сокращено с шести единиц до трех, и учебный год в трехсменном режиме окончили обучение. Три школы, они все расположены в городе Активе. Это густо заселенные микрайоны Баттес и Сидбаттер. Но данный вопрос будет решен за счет строительства новых школ в жилом массиве. Если это 60-я школа, 78-я школа обучается в трехсменном режиме, то там запланировано строительство двух новых школ по 2000 ученических мест, которые будут реализованы, и вопрос в данных школах 60-й и 78-й будет решен за счет введенных новых проектов. С 1 апреля по 30 августа прием в первый класс идет во всех образовательных организациях региона. В настоящее время заявки оставили родители более 15 тысяч детей. В теории по области в первый класс должны принять более 18 тысяч детей. На сегодня план выполнен на 84%. В настоящее время в детских садах области воспитывается более 46 тысяч детей. Дети в возрасте от 3 до 6 лет охвачены на 100%, а в возрасте от 2 до 6 лет охват составляет 93%. В списках по области значится более 9 тысяч детей. Ребенка можно будет зарегистрировать в детский сад с момента их рождения. Из 9 тысяч детей 5 тысяч являются городскими. В целом у нас имеется нехватка дошкольных организаций. В этом году мы планируем открыть в области 24 детских сада, благодаря поддержке частных предпринимателей. Уже сданы в эксплуатацию 6. Оставшиеся 18 будут открыты до конца года. Ежегодно за счет местного бюджета выделяются гранты на необходимые в регионной специальности. В этом году будет 40 грантов по таким профессиям, как педагог, теолог и по специальностям в сфере водных ресурсов. Упускники, учившиеся по гранту местного бюджета, должны будут работать в области 5 лет. Прием заявок на участие в конкурсе начнется после того, как станут известны результаты по присуждению государственных грантов. Жасан Шелбаков, Азамат Сауханов, телеканал Ак-Тубе.